Приветища! Это Никины, мои маленькие микробчики, розовые и красные. И, собственно, я в огромном помещении, в огромной комнате, в огромном мире, который нам нужно исследовать, чтобы раскрыть его тайны. У нас есть бабл... оп! Хорошо, что я не разбился. Бабл-глайдер. Также у нас есть мыльный борт. И при помощи всего этого и других инструментов, которые мы будем в будущем открывать, каких не знаю, наверняка это будут супер-пупер-увлекательные какие-то предметы, мы будем исследовать и другие комнаты, и даже улицы. По-моему, улицу мы тоже тут будем исследовать. Выйдем, так сказать, в свет. Но прежде мы собираем пыльцу, которая отправится в музей Эрмитажу. Эрмитажу? А, нет, не Эрмитажу. Там есть другой еще муравей, которому нужна эта пыльца для варенья. Варенья... А как, не варенья? Он там хмель... Короче, он пиво делает из всего этого, из этой пыльцы. Не долетели. Кстати, я же тебе могу показать даже. Они же... Вот они, вот. Нектара варная секер. Вот как его зовут. Он не пиво варит, а нектар, короче, варит. Должно быть очень все интересно. Значит, мои красные подрыватели подрывают. О, вон там снизу еще красненькие есть. А мои розовенькие товарищи умеют очень тяжелые веса поднимать. Кстати, насчет тяжелых весов. Нам нужно перетащить фотоаппарат. Для этого нам понадобится 30 тайникинов. Примерно, да, 30 где-то. И вот, кстати, выключатель. Давай попробуем его взернуть. Опа. Атаманка выдвинулась. А там за атаманкой, гляди, сколько роскошного места. И всякого разного спрятан. В этом мире, кстати, кругом везде царят жуки. И они такие самобытные, интересные. Я была в тем... А, это вообще барышня. Но читать их занудно. Поэтому читать я пока что не буду его. И сейчас мы... Надо всю пыльцу собрать. Здесь тысяча пыльцы. И она нам понадобится вся. Все, я думаю, что можно теперь и за атаманку сходить. Посмотрим, что там у нас. Магнит. Так, а для чего нам магнит? Может, он понадобится для магнитофона? Значит, пять розовых силачей тащат его. Но нужно подорвать еще стенку. Чтобы она не мешала им. Напоминаю, что красные тайникины. Это своего рода самоубийцы. Они очень радостно взрываются. Это все, что они умеют делать. Вот для чего нужно было в храм ворота разнести. Сколько у меня тайникинов в итоге? 20 красных осталось. Из 30 там с копейками. Давайте, ребята, тащите все это. Тащите куда-то сюда. Это нужно притащить. Ага, все-таки к магнитофону, наверное, да? А для того, чтобы до магнитофона добраться, нам нужно подняться наверх. И опустить мост. О, нет проблем. Поначалу мне показалось это сложным. Но сейчас я уверен, что справлюсь. Так, так, так. Наверное, нам нужно... Да. Наверное, нам нужно туда. Вон туда залезть. И потом по шелку перебраться. Но хочу еще посмотреть, что вот это нам дат. А-а-а. Во, можно и так, в принципе. Ну все, теперь... Теперь все равно мы наверх не заберемся. Придется через шелк. Черт подери. Ладно, в таком случае мы... Эй-эй-эй. В таком случае мы пойдем через диван. Вон фотоаппарат лежит. Он прям уже ждет нас. А как это я здесь в прошлый раз? Смотри, можно и по листве, в принципе, пробраться. Столько ходов. Хочешь так, хочешь вот так. Там мы все собрали? Сейчас я посмотрю. Вон, на лампе прям. Прям на лампе. Стоять. Вот тут вот еще что-то мы не собрали в прошлом. Там как раз розовые тайникины. Надо их собрать. Поднимаемся. Сколько у меня розовых? 21. Маловато. И еще пять штук у нас магнит тащит. Но это, по-моему, не магнит. Это антенна. Больше похоже на антенну для радиоприемника. Для магнитофона. Где бы нам тут забраться? Где-то можно было. Да, вот тут вот мы сейчас сберемся. И будет нам счастье. Ага, прям вот если грамотно рассчитать траекторию, то, в принципе, мы должны попасть. На лампу? Да! То, что нужно. И теперь до цветочка... Ну, на цветочек нам не хватило. Нашего бабл-глайдера. У нас уже 785 пыльцы. Почти... Почти 70% мы собрали. Ну что, давай опускать мост. Опустили. И эта здоровая штука падает. Ребят, заходите. Спустимся к ним чуть попозже. Ну, надо, по идее, посмотреть, куда они это все тащат сперва. А вон как это все подключать. Мы магнитофон запустили. Остается теперь туда дотащить диск. Что ты хочешь нам сказать? Добро пожаловать в... Не хочу с тобой болтать. Не хочу. Мы и так знаем, где мы находимся. Подрывашкину берем. На ту сторону. Полетели. В принципе, тут и по канатику можно было забраться. Что, наверное, сейчас попробуем диск взять. Его, правда, охраняют очень хорошо. Слушай, а что-то я здесь тоже вот не до конца подрывал уже. Нам еще же бабл глайдер надо прокачать, чтобы два пузыря было. Вот. Вот это вот нам надо. Поподрывать здесь, потому что я пропустил это. Так как у меня подрывашкину было в прошлый раз маловато. А в этот раз у меня их огромный запас. Может быть, конечно, и зря я тут не болтаю со всеми, потому что у кого-то есть какие-нибудь тайны или расскажет вам секрет. О, отлично. Отлично. И вот прямо к диску мы сейчас и спустимся. Шикарно. Там же мы были вон в том домике вроде бы, да? Кстати, подрывашки нам не схватили последнего. Смотри. Ну-ка дай-ка мы сюда еще зайдем. О! Блин, вот это я столько пропустил в прошлый раз. Подрывашкины кончились. Ну, елки-палки, как они быстро все-таки кончаются. Ммм, зараза. Ну, ничего страшного. Так. Сюда сейчас зайду. Вау, 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 как это я сквозь текстуру... А, тут нет ничего. Все понятно. Крошку подвините. Молодчики. Вот и подрывашкины. При помощи них освобождаем розовых. Какие странные звуки тут. Как будто какой-то гигант ходит рядышком. Еще подрывашкины. Теперь можно и наверх. Отлично. О, а тут что у нас? Просто проход? Нифига себе. Не просто проход. Блин, опять подрывашкины кончились. Зараза. О, это какой-то алтарь прямо. Поклонение игрушки. Кто же поклонялся тебе? Дракончик. Это дракон же? Или динозавр? Дракон. Динозавр, скорее всего. Ага. Ну, скорее всего, мы сюда что-то сможем затащить. Притащить теперь. Подрывашкиных нет у нас больше. Поэтому мы бежим к диску. Хотя вот тут. Подождите. Сколько у нас розовых? 30. Все, можем с фотоаппаратом разобраться, кстати. Что мы сейчас и сделаем. После диска, конечно. А ты что тут? Ты чем-то торгуешь? О, прокачка, Бабл. В тавернах дома подают... Ну-ка, погоди. В тавернах дома подают безвкусную жижу, сваренную из всего, что найдут. Так что послушай. Здешняя пыльца поет. Нужно лишь варить в такт. Я приготовлю лучший винтаж, если принесешь мне шарики пыльцы со всего Санкт-Ара. А, так это и есть секера. Я думаю, блин, еще один, что ли? Тысяча шаров пыльцы. Нет проблем, я тебе принесу. Я уже почти набрал. Вот он, диск. Но он хорошо охраняется. И там еще попрыгай есть. Привет. Да, нам нужно убедить... Это вот она, Солярия. Это вождь. Ее нужно убедить отдать нам диск. Просто так мы его не заберем, скорее всего. И прежде чем мы начнем действовать, я хочу... Удаленкин! Хочу поболтать с ним. Он постоянно что-то прыгает, что-то с ним не так. Почему взрослые никогда меня не слушают? Эту реликвию нужно отнести в шкаф наверху. На реликвии и плакате одна и та же картинка. Я бы и сам это сделал, но я слишком мал. Ты ведь можешь использовать розовых тайникинов, верно? Брось парочку на реликвию, и они о ней позаботятся. Ну, я, конечно, попробую. Если мне, конечно, тут не напихать сейчас эти жучки. Вот так вот. Слушай, даже никто и не препятствует мне. Ну и хорошо. Можно запрыгнуть на диск, и меня будут тащить как царя. Ха-ха-ха. Прикольно. Так, ну прежде чем отсюда, мы их нагоним. Ничего страшного. Я хочу здесь забрать подрывашки. Они нам пригодятся. А тут струны. Они будут играть? Оу. Прикол. А если так? Все понял. Я думал, по струнам я смогу тоже кататься, но, увы, нет. По ним только прыгать. Быстренько догоняем наших тайникинов, которые бегут здесь, через мост. Тайникины, только не вставляйте диск без моего ведома. Я тоже хочу увидеть это. Все, они вставили. Почетный паладин. Включить песнь Ардвина. Все, музло играет. Я молодец. Все кайфуют. Жучары ждали этого концерта. Этого музыкального события. Невероятно. Песнь Ардвина раздается по всему Санкт-Ару. Ее слышат даже муравьи. Теперь глаз у Творца могут внимать все его творения. Неужели тебя не спасал сам Ардвин? В награду за помощь всему Санкт-Ару дарю тебе свое самое драгоценное сокровище. Это ж флаг. Точнее, знамя. Отлично. То, что нам нужно было. Мое знамя передавалось из поколения в поколение с самых древних времен. Неси его гордо, друг мой, во имя Ардвина. Спасибо. Спасибо. Мы чуть позже за ним забежим. Потому что нам нужно еще кое-что сфоткать. И фотоаппарат стырить. Ребята, баночка моя за мной. Вперед из песни. О, блин, сколько тут их. Как бы нам туда пробраться. Наверное, вот тут зайти можно. Смотри, есть проход, кажется. О, точно, точно. Шикарно. Что, что я сюда заглянул? В эту пыльную зону. Вот они, вот они, мои красавцы. А ты что тут? Ты боишься, что ли, темноты? Или что? Слишком пыльно тебе тут? Так не стой в этой пыли. Ну все, теперь разбираемся с фотоаппаратом. А, 25 нужно было. Вперед! Мои муравишечки. Несите, несите. Знаешь, куда они, кажется, несут его? К тому дракоши. К тому динозаврику, чтобы зафоткать его. И ставить фото вот сюда. Наверное. Да, доказательство чудища. Точно. Точно, точно, точно. А там он у нас что? Что-то блестящее такое. Видишь? А, мы его не разбили в прошлый раз. Хорошо. Тысячу почти пыльцы. Еще чуточку осталось. Ну там-то тоже пыльцы, смотри, сколько. Ого! Давайте, ребята! Вы молодцы! И вправду они идут к этому алтарю, чтобы сфоткать этого динозавра. Надо. Стой. Поехали! Я буду на фотике стоять. Блин, я слез. По концове. Вот и фоточка. Все, вставим сейчас ее в рамочку. И, может, нам что-нибудь дадут. Слушай, знаешь, что я подумал? Когда мы соберем тысячу пыльцы и нам сварят этот нектар, скорее всего у нас появится два бабл-глайдера. И мы сможем перебраться туда вот наверх. Ну, за той штукой. Что-то нам там надо было сделать, я уже забыл. Так, вот, кидайте сюда, ребят. Расум, ты только взгляни на это. У него есть доказательства. Погоди, это твое чудище? Как я и говорил, острый, как бритва клыки, темный, как ночь глаза. И само оно источает ауру ненависти. Дови, это игрушка. Таких в доме и не счесть. Ты когда-то видел такую страшную игрушку? Хочешь сам пойди туда и покажи нам, чего ты стоишь? Ладно, твоя взяла, Дови. Я уже дрожу от страха, потому что никогда не видел ничего подобного. Ты у нас настоящий герой. Может, пойдем уже домой? Ага, мне уже хочется есть. Спасибо тебе, незнакомец. Без тебя мне бы никто не поверил. Кстати, во время моего героического отступления на глаза мне попалась эта штука. Кажется, она из музея Ардвина. Не отнесешь ее туда? Ведь войну пора на покой. Ну ладно, возьмем какую-то медальку. Это не медаль, это кулон. Честь сокрушения. Найден экспонат для музея. Вот это Эрмитажу можно отнести. Дальше какой у нас план? Наверх. Снова взобраться. Нет, рановато нам еще туда наверх. Давай здесь полазим еще чуточку. Вот сюда нам. Вот, пыльцу, пыльцу, пыльцу. Еще немножечко. Прикольно. Еще один музыкальный инструмент. Так, по дровашкиных у нас осталось всего девять. Надо экономить. Фиолетовенькие. Ой, розовенькие. Тайникины. Тут мы все подорвали? Я что-то уже не помню. Сейчас загляну. Вроде обычные пироги тут на столе. Ну и чудно. Значит, мы тут совсем разобрались. Тут мы все взяли. Можно бежать теперь сюда. В неизведанное место. Там, где мы еще не были. Вот, это то, что нужно. Красные яйца, обожаю их. Вот тут надо спрыгнуть вниз. Как это забавно. В огромной комнате изучать маленькие закутки. Куда могут пробраться лишь насекомые. Ну, или такой маленький, как я. Долетим же сюда. Опа. Буквально 15 штук пыльцы осталось. Все, тысяча. Ю-ху. Пойдем, 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 пойдем. Во, смотри, там внутри гитары что творится. Туса-муса. Ай, 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 ай. Я и могу свой этот жопастик поджечь. Так что надо поаккуратнее с огнем. Все, тут мы все собрали. Пойдем теперь сходим к товарищу, который варит шикарнейший нектар. Я принес. Тебе удалось собрать всю пыльцу со всего санктара. Держи. Ридми сказал, что тебе может пригодиться этот напиток. Да, еще один пузырик. Готово. Еще одна бутылка в мою коллекцию. Бабл-глайдер. Помочь секире приготовить его первый нектар. Ну что, получается, что у меня теперь два бабла? Да, да, два бабла. И мы можем залезть еще выше. Вон туда нам надо. Сейчас мы это реализуем. А тут у нас что? Подсказочка даже есть. Будь осторожен с водой. Твоему костюму она вряд ли понравится. Давай попробуем. А, у меня сразу, видишь... У меня костюм, видимо, электрический. И когда я в воду попадаю, костюм начинает сбоить. О! Нифига, ты видел это? Я взорвался, как пузырь. Я не думал, что могу умереть. Но все может быть, оказывается. В этот раз здесь пойду. А как нам пробраться? Наверное, со стула прыгнуть. Да, точно. Ай-ай-ай. Плавающий топор. Не утонуть в последний момент. Какое достижение. И вот отсюда мы сейчас попадем вон туда. Все, четко. Теперь я, наверное, по шелковой ниточке залезу вверх. Надеюсь, что мой мыльный борт умеет это делать. Да, он может и вверх спокойно кататься. Шик. Бегу, бегу, бегу. Нам еще выше нужно. Блин. Смотри, какой светящийся напиток. Тут мы все забрали? Собрали. О. Нет, нифига себе. Такое ощущение, как будто я здесь не был. А я здесь действительно и не был. Еще и письмо. Точно, нам же на почту письма надо тащить. Ребят, хватайте. Тут еще столько дел, на самом деле, незавершенных. А я уже и позабывал. Теперь нам надо выше как-то попасть. Как она моя... Как мы это сделаем? Давай отсюда и вон туда, наверное. А разве я это не опускал? Эту веревочку. Вот в этот закуток давай зайдем. Зайдем, а тут ничего. Да, точно, нам нужно как-то в телик попасть. Я вспомнил. Мы ищем кольцо. Да-да-да-да-да. Все, я вспомнил, зачем нам нужен... Нет, сперва мы, короче, достаем отвертку. Раскручиваем телевизор и залазим туда. Ища это кольцо. Ну вот, отсюда мы теперь должны долететь туда. Это все будет очень опасно, но я попробую. А есть! Мы здесь. Вон она, отвертка. Так. Ребят, достаньте ее, пожалуйста. Молодцы. Пойдемте, раскурочиваю телик. Ви-и-и-и. Не переживай, не упадешь. Откручиваем. Доступ открыть. Открыть, открыть, открыть. Теперь я фиксик. Ёлки-палки. Сколько тут всяких интересных плат. А чё ты тут делаешь, жучара? Как вообще тут живёшь, что ли? Она сломала его. Мой ящик с картонками. Я провела здесь целую вечность, а тут пришёл какой-то грабитель, перерезал провода, и всё прекратилось. Больше никаких искр, ничего не осталось. Ты ищешь украденный самоцвет? Он упал на дно ящика, когда меня пытались ограбить. Он нужен тебе? Сперва помоги снова включить ящик с картинками. Нет проблем, сейчас я разберусь, чё тут, как тут. Ну, провода здесь вроде подключены. Пойду наверху гляну, чё там. Как там? Наверху у нас, опа. Есть определённые сложности. А вон те мы сможем подбить, ребят? Нет, не хотят собирать. Тогда пыльцу собирайте. Я точно туда не перепрыгну, не долечу. Чёрт, туда тоже не долетит. Не долетит никак. Хотя у меня же два бабл. Бабл глайдера. Так что чё это я не долечу? Вот куда нужно перенаправить всё это дело. Это крутить я не могу. Это сюда могу подтолкнуть. А вот и картинки. Погоди, пока что белый шум. Кольцо! Картинки нету. Но белый шум есть. Как бы... Коробка показывает что-то. Может, если мы сейчас туда вставим обратно кассету, то будет... Ай-ай-ай-ай-ай. То будет что-то показываться? Пойдём. Я всё сделал. Моя страсть, мой смысл жизни. Всё вернулось ко мне. Спасибо. То есть тебе нужен был белый шум? Ну ладно, пусть так. О каких картинках вообще речь тогда шла, непонятно. Это я забираю. Не, кассету обратно мы не воткнём. Не можем. Кладём кольцо обратно сюда. У-ху-ху, вы настоящий джентльмен. Немного поразмышляв, я нашёл лучшее применение этому самоцвету. Насколько я помню, вас интересуют подобные коллекционные предметы. Нам с друзьями посчастливилось найти несколько таких. По чистой случайности. По чистой случайности? Может, они спёрли их? Если вам это интересно, обращайтесь к моим напарникам. Мы все носим одинаковые маски. Спасибо. Тварь дрожащая. Это же... Это... Тихоходка, по-моему. А на сегодня это всё. Если тебе понравилось, ты хочешь увидеть продолжение, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты ещё не подписался, чтобы не пропустить следующей серии, на которой мы с тобой и увидимся. Так что до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»